Здравствуйте, это канал Сантехники. Меня зовут Артем и в этом видео я расскажу про редуктор давления. В данном случае у нас редуктор давления Honeywell. Редуктор давления необходим для того, чтобы понизить слишком высокое давление. Данный редуктор мы установим вместо фильтра Honeywell. Дело в том, что в системе оказалось давление в районе 7 кг. Это слишком много. Для маленького дома это слишком большое давление. Ввиду такого большого давления сантехническая арматура может быстро выходить из строя. Например, клапаны подачи воды в унитаз. Помимо этого, в смесителях или в душевой кабинке слышен сильный шум, что неприятно, когда вы принимаете душ. Кабинка стоит около 48 тысяч рублей. То есть не самая дешевая. Мы приобрели именно этот редуктор для той системы, которая у нас уже смонтирована, потому что там у нас установлен уже сетчатый фильтр Honeywell. В этом редукторе также имеется маленькая колба, в которой имеется также сетчатый фильтр. Поэтому нам просто достаточно выкрутить эту маленькую колбу и вкрутить колбу от того фильтра. То есть мы можем установить редуктор, не перепаивая, не переделывая ничего в системе. Сейчас я покажу, как это делается. Значит, вот у нас установлен регулятор давления. Здесь у него имеется небольшой сетчатый фильтр. Этот фильтр можно заменить на колбу большего диаметра. Колба сюда подходит от фильтра 1,2 дюйма. То есть с выходами 1,2. Трехчетвертной фильтр Honeywell. Колба всегда слишком велика. На этом редукторе имеется шкала. Шкала давления. То есть здесь можно отрегулировать и получить соответствующее давление на выходе. Для того, чтобы отрегулировать, нам необходимо вот этот вот винт расслабить. Его нельзя выкручивать целиком, чтобы не выскучила пружина. То есть мы его немножко расслабили и крутим. Так вот, мы закручиваем давление. Эта цифра означает давление. Почти 4 получается. А так мы убавляем. У нас 3. Значит, смотрим. У нас тут давление где-то 6 и больше. Здесь у нас 3 с небольшим. Эта система сейчас не работает. Вот два крана закрыты. Система не работает. Если мы откроем краны, то давление будет поддерживаться в районе 3. Если нам необходимо отрегулировать, значит нужно закрыть краны, из которых вода может вытекать. То есть краны потребителя. И закрыть входящий кран. Сбросить давление, после этого можем регулировать. После того, когда мы отрегулировали, винт надо просто закрутить. Закрутим винт, чтобы эта штука у нас никуда не двигалась. Вот на этом и все. Здесь необходимо прочистить сеточку фильтра. То вот фигня выкручивается. От колбы выкручиваются. Ее можно выкрутить даже от руки. Либо здесь есть грань для ключа. Берете, откручиваете, прочищаете, промываете и ставите все обратно. Здесь впоследствии будет заменена колба. Здесь будет ставить большая колба для того, чтобы она наобмено фильтровала воду. Прозрачная колба удобна тем, что можно видеть насколько сильно забита сетка. У нас дополнительного фильтра до этого нет. Потому что вода у нас идет из артезианской скважины и она дополнительно фильтруется до подачи на участок. Давление в том числе будет удерживаться и в том случае, если из системы никуда вода не уходит. То есть вне зависимости от того, открыт у вас смеситель или закрыт, давление всегда будет на должном уровне. Например, выставили на 3 кг, она так и будет держаться 3 кг. То есть в закрытой системе, когда все смесители закрыты, давление у вас не будет выравниваться в системе и до системы. То есть после редуктора и до редуктора у вас давление будет разным, оно не выравняется. Помимо этого, данный редуктор регулирует оптимально давление. То есть если у нас здесь на входе имеется 6 или 7, как в нашем случае, а на выходе мы должны получить 3, то если мы откроем несколько смесителей и давление в системе будет падать ввиду водоразбора, то пружина, которая находится здесь внизу, она автоматически немножко подрегулирует выходное давление. Будет пропускать воды больше, чтобы это не сказывалось на других потребителях воды. То есть всегда поддерживает заданное давление до того потока, который подается до самого редуктора. Если у вас установлено подобное устройство, то примерно раз в полгода вам необходимо проверять, как ведет себя давление после редуктора. Если при закрытой системе давление постепенно растет, то необходимо перекрыть воду, раскрутить вот это вот устройство и почистить мембрану. Как это делается, я прикреплю вниз под роликом ссылку, есть видео, ну то есть это уже сделано, дополнительно снимать я это не стал. Давление сделал 3. Через наш редуктор и посмотрим какой шум сейчас. Слышно, что шума стало гораздо меньше, при этом давления вполне хватает. Открою холодную воду. Мыться можно. На этом все. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok